Еще на год. Программа «Льготная ипотека» будет продлена. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин. Кроме этого, семейную ипотеку под 6% годовых со следующего года смогут оформлять семьи, где есть два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет. Сроки их рождения больше не имеют значения. Новый список. Правительство обновило перечень жизненно важных лекарств на 2023 год. К примеру, была добавлена комбинация препаратов для лечения ВИЧ и исключен мельдоний. Распоряжение вступит в силу через два месяца после опубликования. Туристическое направление. В Пермском крае подвели итоги реализации мер поддержки в туризме в 2022 году. В частности, Приками находится на восьмом месте по результатам проведения акции «Туристический кэшбэк». На четвертом по детскому кэшбэку. Также наш край вошел в топ-10 регионов по доходам от санаторно-курортных организаций. Усиление на праздники. В последнюю неделю декабря состоялось четвертое заседание регионального оперативного штаба, созданного в связи с введением в Прикамье режима базового уровня готовности. Главе региона доложили, что на территории Прикамья под особым контролем находится более 600 объектов, на которых планируется проведение новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей. Кроме этого, с 30 декабря по 8 января будет усилена работа по профилактике пожаров в жилом секторе. Рождественский фестиваль. 13 января в Соликамской детской школе искусств пройдет трансляция концерта «Предкарнавальная ночь». Для гостей будет выступать ансамбль солистов, исполнителей на народных инструментах, квартет, караван. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова